итак история антропологии но на самом деле не только антропология и множество рядом расположенных наук как-то археология палеонтология началась по большому счету с начала 19 века ну или с границы 18 19 века когда вообще наука стала более-менее в современном состоянии наукой и первыми таким ласточками в этом направлении были труды жанна батистова марка и жоржа леопольда кювье которые примерно одновременно вот собственно как раз на границе 18 19 века создавали первые концепции изменения живого вещества на планете но при этом подхода у них были несколько разные жоржа леопольд кювье был основателем палеонтологии однако же при этом он был глубоко религиозно верующим человеком ну что собственно и не могло быть иначе в начале 19 века и был сторонником концепции создателем более того концепции катастрофизма согласно который живое вещество не менялась а создавалась то ли один раз то ли несколько раз но потом исчезала в результате каких-то катастроф ну в библии написано про потоп знаешь был потоп но может быть было не только потопа еще скажем извержение вулканов землетрясения там что ничего такое ну и тут есть разные варианты катастрофизма либо она исчезала часть было великолепия оставалось что-то немножечко ну либо создавалась несколько раз заново такая концепция повторных творений но эта идея она сразу оказалась какой-то не очень жизнеспособный по самым разным причинам и собственно жан-батист ламарк развил первую концепцию эволюции согласно которой живое вещество все-таки менялась смог в себе как бы тихонечко но путем тренировки органов картинка нарисованная ламарком была яркой но слишком прикольный даже своего времени это версия с жирафом предки которого были с короткими ножками с короткой шеи потом тянули эти ножки и шею соответственно каждый конкретный жираф немножечко вытягивался его потомки становились чуть более вытянутые и потом собственно все дотянулось до взрослого жирафа вот эта вот картинка с жирафом который тянется к листочкам она уже в 19 веке но больше смех вызывала чем какие-то научные размышления а сейчас и подавно однако же до некоторых пор ничего лучше придумано в общем то не было и вот эта концепция упражнений органов была первой истинно эволюционной версии но вызывала большие сомнения тем более всегда можно было проверить в это же время люди были наукой занимались люди богатые у них были псарни и голубятни и конюшни и они там делали эксперименты если много раз купировать хвосты что получится собак да там несколько поколений подряд получится собаки с короткими хвостами или нет нужно ждать чтобы они рождались с короткими но как-то не очень получалось и требовалось какая-то новая идея которую собственно родилась шарльз дарвин который уже ближе к середине 19 века развил концепцию естественно отбора согласно которой живые организмы меняются но не потому что они тренируются хотя кстати концепцию тренировки дарвин до конца не отвергал про гены и мутации он тогда еще ничего не знал ему казалось что версия ламарка может быть и вправду жизнеспособна а на самом деле главное с точки зрения дарвина был отбор то есть выживание части из былого разнообразия в зависимости от того насколько конкретные признаки конкретного индивида подходят под окружающую действительность и это уже как бы начало статистического мышления которое неспроста к середине 19 века общем стало появляться ну что это время промышленной революции большого количества производства да и сам дарвин бы в общем-то промышленником него был фарфоровый заводик свой вирджужский появляется экономика больших чисел до появляются большие армии там все такое прочее ну и вот эта идея что статистика влияет на жизнь она и в теории естественного отбора тоже по полной программе сработал тут же естественно эту идею подхватили и стали развивать хотя сам дарвин в общем-то антропологом конечно не был и антропологические антропологические данные практически не использовал в своих трудах его книга происхождение человека теория полового отбора и происхождение человека практически ничего не горит о происхождении человека но другие его соратники стали это развивать в частности Эрнст Геккель уже что-то такое говорил про происхождение человека, про рекапитуляцию, про изменение эмбрионов, про сохранение каких-то там древних черт. Но в это время еще откровенно не хватало палеонтологических материалов, то есть каких-то штук, на которые можно опираться, чтобы говорить о происхождении человека. Ну, про современное разнообразие, кстати, уже можно было, и, между прочим, материалы Чарльза Дарвина про население планеты, ну, например, огнеземельцев, до сих пор имеют суперклассный научный интерес, и они одни из уникальных сведений по этим самым огнеземельцам. Но это первая половина 19 века, и антропологии как таковой тогда еще, в общем-то, не было. А с середины 19 века и во второй половине наука появляется по нескольким причинам. В частности, потому что возникает техническая необходимость, ну, большие армии, опять же, необходимость рассчитать, сколько надо мундирования, сколько сапог 45-го размера, сколько 43-го, сколько мундиров такой-то ширины, а сколько такой-то длины, и появляются измерения, скажем, новобранцев по определенным методикам, достаточно простым, да, не только для того, чтобы шить одежду, но и чтобы, например, определять работоспособность людей. Ну, вот у нас есть и самые новобранцы, да, кто из них в первом же марш в борске загнется, а кто будет успешно воевать? Вопрос, для этого надо измерить и попробовать какие-то там связи поискать. Ну и палеоантропология появляется как наука. Вообще-то уже в первой половине 19 века были находки ископаемых людей, но на них не обращали внимания. Часть из них была безвозвратно потеряна, часть лежала на полочке в музеях, не находя как бы своего места в науке. Но все сдвинулось с находок Карла Фульротта, который в 1856 году нашел неандертальца Фельдгофери. А дальше, соответственно, его трудами и других антропологов, ну, появляющихся, да, в частности, Германа Шавхаузена, этот материал стал разрабатываться. И, собственно, Герман Шавхаузен описал неандертальца. Более того, поскольку он был авторитетный уже человек, он привлек многих других специалистов. И научный мир неожиданно узнал, что, оказывается, в древности, ну, как тогда говорилось, в деливиальный период, допотопный, существовали какие-то люди, отличные от современных. Ну, правда, поскольку это были единичные пока еще находки, ну, и неандертальцев я был, в принципе, первый, то возникали сомнения, а как бы что бы это значило, да, какой-то вот странный человек, никаких только там версий не выдвигалось. Что это там старый голландец, пожилой ирландец, что это русский монголоидный казак, который там в погоне за наполеоновской армией, будучи раненым, заполз пещеру и там помер. Ну, и всякая такая подобная ересь. И немало, как бы, отрицательного вложил сюда Рудольф Вирхов, авторитетный на тот момент анатом, который, ну, был очень крутой, на самом деле, великий врач и анатом, но вот в антропологии сыграл скорее отрицательную роль. Будучи врачом и более того специалистом по микроцефалии, он считал, что череп неандертальца принадлежит микроцефалу, что для современности как-то странно, потому что он такой вот череп, но он очень низкий, с очень покатан лбом, а нижней части не было. И вот ему казалось, что да, это микроцефал, а ноги у него кривые, ну, потому что у него рахит, а травма, потому что его били, потому что у него низкоустная организация была, и все в таком роде. И вот этот авторитет Вирхова, очень крутой, тормознул, на самом деле, развитие палеонтропологии. Но Вирхов был не один все-таки, и более того, появлялись все новые-новые находки. В частности, несколько позже, Жен Дебуа, вдохновленный идеями Дарвина, Геккеля и прочих эволюционистов, решил, что прародина человечества наверняка находится в Азии, потому что там есть гиббоны и орангутаны. И он считал, что люди произошли от кого-то похожего на гиббонов. Поехал туда в качестве врача голландской армии, завербовался специально по этому поводу в армию, но начальство у него было лояльное к научным изысканиям, пускало его копать всяческие там раскопы, и он нашел свое счастье. Ну, долго искал, надо сказать, но такие наяве, в местности Трениль на реке Соло, откопал зуб, который, правда, потом оказался орангутанем, бедренную кость и черепную крышку. И описал пятикантропы. Причем, первоначально была идея назвать его пятикантропусалаус, то есть обезьянный человек бессловесный, ну, поскольку, типа, он такой переходный между обезьянами и человеком. Но в итоге Жен Дюбуа увидел, что на отпечатке мозга есть увеличенное развитие зоны брака, так называемой, которая отвечает за речь. А в это время как раз палеоневрология очень сильно развилась, и вот раз он говорил, значит, он уже не бессловесный, а тут же есть бедренная кость, которая совершенно явно прямоходящая. Стало быть, он был прямоходящий, поэтому Жен Дюба назвал свою находку пятикантропус эректус. Ну, сейчас обычно его называют хомоэректус, человек прямоходящий. Это была древнейшая на тот момент находка человекообразного существа, который вот уже на двух ногах, да, но с очень покатан лобом, с мощным надбровием, с выступающим затылком, и как бы явно не человек. Более того, замечательно, что буквально-таки в первые же годы после этого открытия были созданы реконструкции целого черепа с лицом, хотя в первой находке этого лица там не было. И, о чудо, эти реконструкции идеально повторяют реальные находки, последующие черепов с лицевым скелетом этих самых пятикантропов. Это сила разума и сила науки, когда, имея в распоряжении только человекообразных современных обезьян, да, и современного человека, и только верхнюю часть черепной крышки этого самого пятикантропа реконструировали из черепа, и таки он оказался реалистичным. Ну, там, с какими-то нюансами, конечно, но, в принципе, он, да, такой и был. Так тоже можно, это прекрасно. Но Жень Дюба подвергался критике со стороны того же самого Верхова, кстати говоря, который никуда не делся, и тоже говорил, что да ну, это какая-то ерунда, это что-то не то, он больной, ну, тем более, что на бедренной кости там действительно есть разрастание, и это тоже микросфа, в общем-то, и ни о чем. И Жень Дюба даже в какой-то момент очень сильно обиделся, спрятал находки в сейф, и потом годами никому не показывал, даже в те времена, когда уже было найдено много больше других ископаемых людей, когда уже стало ясно, что да, это пятикантроп, все это признали, все были согласны, а он обиделся. Ну, так что Жень Дюба – это такая тоже не очень однозначная личность, то есть, с одной стороны, он первооткрыватель, а с другой стороны, все-таки он был врач, а не ученый, и как бы слишком много он как бы вперед эту науку не продвинул, ну, тем более, вот, гиббоновая концепция, она не оправдалась, в общем-то. И теперь-то мы понимаем, что и неандерталец был очень поздним, да, то, что там Фульрод с Шафаузеном смотрели, и этот самый Тринильский эпитикантроп, он тоже не такой уж прям запредельно древний, там где-то полумиллиона лет, как мы теперь знаем, это далеко не обезьяны человека, тоже такой нормальный человек, но в тот момент это были самые древние находки. Параллельно развивалась наука археология, и люди узнавали, как вели себя эти люди прошлого. Уже с начала XIX века появлялись находки каких-то каменных орудий, но в тот момент, чего не было понятно, что бы это значило, была такая концепция эолитов, каких-то ранних камней, а большим прорывом стало открытие верхнепалеолитической живописи. Это, конечно, тоже очень поздние времена, но мышление ученых это сдвинуло очень основательно. И Марселина Солтуога, испанский местный учитель, оказался первооткрывателем, вернее его дочка Мария, но он как бы все это дело раскрутил, когда в пещере Альтамира вот эта его дочка узрела на потолке огромное изображение быков, бизонов, быков, оленей и кабанов. И Солтуога как бы это анонсировал, опубликовал, но научный мир был крайне скептичен на тот момент. И вот древних людей как-то не очень признавали, и возможности этих древних людей тоже подвергались большим сомнениям. Поэтому некоторые очень-таки, опять же, авторитетные археологи того времени сказали, что это подделка, и Солтуога сам все это нарисовал. И он так и жил последние годы с этим клеймом лжеца и мошенника, и так и умер. Что характерно, после уже его смерти, лет через чуть ли не 15, эти самые археологи, когда уже стали известны другие пещеры с москальной живописью, признали свою ошибку и написали покаянное такое письмо, что типа, извини, Солтуога, мы были неправы, это был честный человек. Но он к этому моменту уже давным-давно умер. С одной стороны, это как бы пример, как надо себя вести, как хорошо бы признавать свои ошибки, а с другой стороны, ну, надо делать это немножко раньше, чем человек помрет. И тем не менее, мир узнал, что древние люди были не такие уж прям дремучие и к высокому тоже были способны, а параллельно развивалась вся антропология, появлялась периодизация. В частности, труды Эмилия Картельяка здесь очень много сделали. Он и наскальное искусство изучал, ну, не только живопись, да, но и всякие там гравировки, статуэтки, потому что пошли большие раскопки в основном во французских пещерах, ну, чаще во французских, ну, и в Германии было, естественно, и в Англии, и у нас. Но потихонечку, помаленечку становилось понятно, что культура тоже менялась, что самые древние орудия самые корявые, потом они как-то получше, поровнее, а потом уже совсем красивые, и бац, уже искусство. И более того, само искусство тоже как-то менялось со временем. Ну, правда, вот эти типологические построения Картельяка и всех прочих того времени, они в настоящее время выглядят довольно условными и такими очень поверхностными, но это мы такие сейчас умные, да, для XIX века это был большой прорыв, ну, и более того, основные термины, которые сейчас используют археологи, они, собственно, были введены этими исследователями, ну, в большей части французскими, XIX века. Но и другие области, естественно, развивались. В частности, Поль Брака изучал новонайденных нендертальцев в немалой степени и новонайденных кроманьонцев. В частности, в это время обнаружены были скелеты в гроте Кроманьон, и появился вообще, в принципе, термин кроманьонцы, которые теперь все почему-то коверкают, там, кроманьольцы, и как-то так очень страшно вообще, это кроманьон, грот во Франции, целая куча скелетов с культурой, с всякими там гусиками, подвесками. И Поль Брака все это описал, сравнил с нендертальцами и показал, что в древности люди были тоже разные. Были какие-то очень архаичные, там, кривые, кривобойкие, да, ну, и причем по находкам некоторых, как бы, скелетов, неандертальцы выглядели более дремучими, чем они на самом деле являлись, вот, а в какой-то момент появились гораздо более развитые сапиенсы. Конечно, не могло обойтись без всяких там искажений, заблуждений в каком смысле, да, потому что, ну, наука должна развиваться через какие-то ошибки. Например, Марселин Буль, тоже очень крутой, на самом деле, антрополог, описал скелет неандертальца из Лешапелю Сен. А этот скелет хорошей сохранности, ну, правда, плохо раскопанный, но хорошей сохранности, принадлежал очень старому неандертальцу, согменному, горбатому, всему покрытому артритом. И Марселин Буль изобразил этого неандертальца, ну, собственно, каким он и был, горбатым, скрюченным персонажем. Что заранило такой стереотип, что все неандертальцы были горбатые и скрюченные. И до сих пор в голове большинства людей такой образ, в общем-то, и предстает. Нет, это просто был старый человек, ну, как старый, ему там 40 с чем-то лет было, примерно как мне и сейчас, вот, но я все-таки не неандерталец, а он был неандерталец. Вот, и вот этот образ каких-то дремучих таких троглодитов, да, заросших шерстью, небритых, хрипящих, со скрюченными пальцами артритичными, он, в общем-то, как-то продержался еще так больше сотни лет, вообще-то. Вот, но, тем не менее, наука развивалась, появлялись новые методики, в частности, и появлялись новые находки. Уже в начале 20 века, в 1905 году, была найдена челюсть в Мауэре, или Гиддельберге, а в 1908 году, собственно, Отто Шеттензак ее описал. И это появление нового вида Homo giddelbergensis, который, как мы теперь понимаем, находится примерно между Homo erectus, человеком прямоходящим, и неандертальцами. То есть, понятно, что находки появлялись не по расположению, как бы, да, по древности, а, ну, как нашли, так и нашли. И вот эта челюсть из Гиддельберга тоже, ну, как бы, вложила свой вклад такой в некоторые искажения, представления, поскольку она принадлежала человеку с патологиями, у него были переломанные мышелки, и из этого она была слишком массивная, слишком страшная. Вот этот образ о каких-то людях с гигантскими челюстями, такими мегадонтными, да, и мегачелюстными такими, он тоже, ну, довольно долго продержался. Вот, теперь мы знаем, что эта челюсть из Гиддельберга, она не самая типичная, на самом деле. Вот, и многие вот эти суперархаичные признаки вызваны просто патологическими процессами, но вот в тот момент никто этого не знал. Одним из величайших антропологов начала 20 века был, без сомнения, Артур Кис, английский антрополог, который написал огромное количество толстых, красивых книжек, с картинками, что характерно, но тоже не избежал попадания в сети дешевых сенсаций. Речь о пельдаунском человеке, или эоантропе, единственной успешной подделке в истории палеоантропологии. Дело в том, что кто-то, неизвестно до сих пор кто, подкинул в один карьер теменные кости современного человека и нижнюю челюсть ронгутана, подкрашенные, подпиленные таким образом, чтобы они создавали впечатление, что это более-менее один череп. Причем заблаговременно это сделал предусмотрительно, вернее, немножко в разное время. Потом это было найдено, типа случайно, и описано, как пельдаунский человек, у которого якобы очень прогрессивная мозговая коробка при очень архаичных челюстях. Очень англичанам хотелось, чтобы у них тоже был предок, что в Германии есть, во Франции есть, даже на Яве есть, уже даже в Африке появились, а в Англии нет, очень обидно было. И Артур Кис вначале очень скептически, надо сказать, к этому отнесся, как и большинство антропологов. И многие писали, что это какая-то ерунда, это просто череп человека, челюсть обезьяны, почему нет-то. Но в итоге Артур Кис в это дело как-то уверовал, написал вот такой толщины талмуд. И что самое обидное, именно в тот момент, когда подделка была разоблачена, этот талмуд выходил в печать. Но, что интересно, до сих пор он не потерял научной ценности, потому что кроме описания пельдаунской вот этой подделки, там было огромное количество фактического материала по другим находкам, которые до сих пор очень даже ценные. Ну, что приятно, в то же самое время Виктор Валерьянович Бунак, еще до Великой Отечественной войны, прямым текстом писал в учебнике, что находка какая-то крайне сомнительная, и, скорее всего, это просто череп человека и челюсть обезьяны, и они просто никак между собой не связаны. Но некоторые антропологи были более осторожны, некоторые покупались. Что характерно, после этого пельдаунская находка не повторялась, таких аналогов не было больше, и никак принципиально она не повлияла на развитие палеоантропологии. Это приятно. А примерно тогда же, то есть это 1925 год, Раймонд Дарт в Южной Африке открыл первого австралопитека, так называемого Бэбиэстаунга, череп детеныша австралопитека, как мы теперь знаем, заклеванного злым орлом, орлуша-орлуша, большая это стерва. Но Раймонд Дарт нашел этот самый череп и описал его как Australopithecus africanus, то есть южная обезьяна африканская. Что показательно, кстати говоря, Australis, речь была вроде как про Южную Африку, но Раймонд Дарт сам был из Австралии, так что, видимо, он все-таки Австралию сюда припихал. И тем самым такую большую засаду устроил современным школьникам и студентам, которые многие искренне уверены, что речь еще про Австралию. Но, тем не менее, нет, это Южная Африка. И хотя, опять же, с самого начала было много критики и много сомнений на тему того, что бы значила эта находка, что это просто какая-то еще очередная обезьяна, о которой к тому времени довольно много было уже известно, тем не менее, первая находка уже появилась, а дальше Раймонд Дарт и другие исследователи, Брум и прочие, стали находить новых австралопитеков, причем разных видов, не только вот этого африкануса, а потом парантропов массивных австралопитеков. И вот эти как раз существа, которых по-хорошему и надо было бы назвать обезьяны-люди, появились на нашем эволюционном древе, оказалось, что их было много, опять же, разных, и они как-то там бурно эволюционировали и взаимодействовали между собой. Это еще время появления прямохождения еще сильно до орудий. Хотя тогда были идеи, что, может быть, они уже орудия использовали, может, даже огонь использовали, всякие австралопитекус прометеус, там были слова. Но это как бы сильно раньше, то есть это предшествовало хорошо так пятикантропу. Но и на Ниве более поздних эпох тоже был свой прогресс. В частности, Алиш Хридличко в 1927 году написал замечательную такую знаковую статью о неандертальской фазе в эволюции человека, где разобрал уже существовавшие на тот момент концепции участия неандертальцев в нашем происхождении и, как бы, показал, и, как ему казалось, доказал одну из версий, согласно которой неандертальцы давали, ну и там другие палеоантропы, существовавшие в тот момент, давали много веточек, и из каких-то из них получились неоантропы, то есть люди нашего вида. В упрощенном несколько варианте, который, кстати говоря, сам Хридличко, что показательно, отвергал, эта концепция под названием стадиальная концепция закрепилась в такой, как бы, не строгой науке, но такой околонауке учебной на весь оставшийся 20 век и даже уже начало 21-го. И вот эта стадиальная концепция до сих пор прописана в наших школьных учебниках, что были австралопитеки, из них появились пятикантропы, из них неандертальцы, из них сапиенсы. Что характерно, Хридличко вот прям такую строгую последовательность отвергал. Он говорил, что все было хитрее, были боковые веточки, они там то и дело вымирали, но в общем и целом как бы это все отразовалось более-менее последовательно. Теперь мы знаем, что эта идея, в общем, не очень верна, мягко говоря, и что было много параллельных человечеств, но авторитет Алиша Хридлички был настолько велик, что да, это вот повлияло довольно-таки основательно. Но к середине XX века количество находок уже стало настолько большим, что стало возможно как-то оперировать этими данными и развивать идеи о общем принципе антропогенеза. И тут было несколько разных подходов. В частности, Франц Витденрих, описавший, в числе прочего, пятикантроповседческих и нескольких ископаемых обезьян, развивал концепцию полицентризма, согласно которой разные современные группы людей, разные расы возникли из разных древних существ. В то же самое время, допустим, Густав Кюниксвальд, ну тоже это вот середина XX века, копал на Яве, нашел еще целую кучу пятикантропов, причем и пятикантропов, и гигантопитеков, и каких-то странных людей там из реки Сола, например. И все это вместе стало такой основой для современного знания об архантропах. Витденрих сенантропов искал, Кюниксвальд пятикантропов в Сангиряне, например, и зато нарисовалась такая богатая тропическая история, которой до сих пор не было. И сравнение материалов иванских и китайских, то, что Витденрих в Джоукуде не копал, показало, что сами эти архантропы, хомооректусы были тоже не одинаковые, они тоже как-то различались, они по-своему эволюционировали. У них эволюционировала культура. И, например, в Джоукуде они обнаружили слои вроде бы пепла, и на этом основе были развиты концепции, что они умели использовать огонь, но не умели добывать, и жгли костры на одном месте, тысячи лет подкидывали туда дровишки. А если тысячи лет подкидывать дровишки, кто на это способен? Ясно, что тетки. А если тетки тысячи лет подкидывают дровишки, значит, у них, конечно, матриархат. И на эту тему были огромные концепции, которые, ну не то, что они появились, но обоснованы и усилены, в том числе изменения социального строя, как бы социальной культуры, вообще в целом человечества. Но вот эта идея матриархата, которая еще с 19 века появилась, тут типа как бы получила мощное подтверждение. Теперь мы знаем, что эти слои якобы пепла это просто перегной растительный, и никакого огня там, в общем-то, не было. Но вот эта идея многотысячелетних костров в Джо Кудяне до сих пор, опять же, прописана в современном школьном учебнике нашим родном. Но были, конечно же, и другие исследования. В частности, Анри Волуа написал такой монументальный труд про неандертальцев, ну и вообще много-много всяких работ. И он, и другие исследователи развивали, например, концепцию пресапиенса. Это тоже как раз середина 20 века, согласно которой, ну вот эта идея множественности человечества стала как бы уже появляться, да, согласно которой в одно и то же самое время в Европе жили одновременно очень продвинутые гоминиды, такие пресапиенсы, ну типа там Сванскомба какого-нибудь или Фантешвады, и одновременно же очень архаичные какие-нибудь персонажи, очень такие дремучие, с низкими покатанными лбами, и с архаичной культурой, там чуть ли не галичной. И они как-то между собой соревновались, взаимодействовали, из этого получились люди. Что характерно, сейчас концепция примерно такая же и есть, но только теперь мы знаем, что эти самые пресапиенсы жили не в Европе, а в Африке, а европейские они там все примерно на одном уровне были, но идея параллельных человечеств появилась. То есть в приложении к Европе она оказалась не очень верной, мягко говоря, но в приложении к человечеству вообще очень даже. И свой вклад в развитие вот этих идей об антропогенезе Вула и его сотоварищи вложили. В это же самое время, допустим, Джон Робинсон, ну уже в 50-х годах 20-го века, продолжал деятельность Дарта и раскапывал пещеры южноафриканские, обнаруживал там австралопитеков. Нашлись еще новые массивные австралопитеки, новые грацильные австралопитеки, и он сравнивал эти материалы с яванскими. И возникла идея ранних миграций из Африки до Явы. В частности, Робинсон с тем же самым Кёнигсвальдом долго обсуждали и дискутировали на тему мегантропов, так называемых, яванских. То есть могли ли ранние африканские люди дошли дойти до Явы. Но одной из главных проблем всех вот этих рассуждений, много центров происхождения, мало, когда это было, упирались в то, что не было абсолютных датировок. И как раз в середине XX века появились датировки. Либби разработал радиоуглеродный метод и стало возможным хотя бы для каких-то находок определить точную датировку. Ну а потом, раз идея возникла, радиоуглеродного анализа, вообще радиометрического измерения возраста, появились тут же новые методы и стало все гораздо веселее. Стали определять, сколько тысяч или миллионов лет кто жил. Ну и количество исследований резко взросло. В частности, огромнейший вклад в развитие палеоантропологии вложила семья Лики. В частности, Луис и Мэри Лики, которые с 30-го годов на протяжении всей жизни, то есть фактически, с учетом потомков до современности, развивали палеоантропологию в Восточной Африке. Надо сказать, долгое время они найти ничего, в общем-то, не могли, но не оставляли попыток, все время искали новые места и такие нашли свое счастье. Ну, кроме обнаружения восточно-африканских парантропов, массивных австралопитеков и некоторых там других австралопитеков, они самое важное обнаружили человека умелого, Homo habilis. Еще одно недостающее звено на данный момент между австралопитеками и Homo erectus'ами. То есть раньше, в XIX веке, казалось, что достаточно вот Neandertalids sapiens, уже все понятно, потом оказалось, что еще есть пятикантроп, пятикантроп Neandertalids sapiens, потом пятикантроп Homo habilisens neandertalids sapiens, потом добавились австралопитеки, а теперь еще и Homo habilis'ы. То есть промежутки между эволюционными вот этими звеньями заполнялись все плотнее и плотнее. И что замечательно, вот Homo habilis это очень ответственное звено. Это первые люди, начавшие использовать, более того, изготавливать каменные орудия труда, у которых челюсти стали уменьшаться, мозги стали расти. И совсем уж приятно, что лики нашли руку этого самого Habilis'а с зарождающимся трудовым комплексом этой самой кисти. А по фрагментам черепа, ну и на самом деле их там много нашли в итоге, рассчитали, что объем мозга тоже стала расти. Это было очень крутым достижением. И чуть-чуть попозже подобные находки посыпались в Африке как издрога изобилия. Уже в 1970-х годах в частности Дональд Джоханссон и Тим Уайт проводили раскопки в Эфиопии в местонахождении Хадар в пустыне Афар и обнаружили там новый вид австралопитека афарского. Афарские австралопитеки оказались суперважным звеном нашей эволюции, поскольку они предшествовали хомо хабелисам и в отличие от южноафриканских они идеально вписываются в идеал нашего великого предка. С южноафриканскими австралопитеками агроцильными все время было что-то не слава богу. Какие-то у них все признаки были слишком специализированные. А восточноафриканские оказались самое то, самая такая мякотка, самые предковые предки. И таким венцом вот этой восточноафриканской палеонтропологии стало открытие например скелета Люси так называемой. Ну и не только этот скелет, там огромное количество находок, сотни находок, что приятно. То есть количество материала зашкаливало и до сих пор вот эти материалы до конца не разработаны, найдены еще в 70-х годах. Ну и концепции естественно развивались. В частности начиная с еще довоенных времен и до 80-х годов у нас в стране разрабатывал концепции антропогенеза Виктор Вальгерянович Бунак. Наш наверное самый великий антрополог. Ну как бы все время есть сомнения кого считать самым великим, но он был по крайней мере или первым или вот в числе двух самых великих. Он исследовал вообще все что только можно. Вложил свой вклад и в рассоведение, и в морфологию человека, и в палеоантропологию. Описывал находки с территории Советского Союза и обсуждал разные находки за рубежом. И на уровне вообще мировом труды Бунака до сих пор актуальности не потеряли. Поскольку он был очень внимательным человеком, очень хорошо все прорабатывал. Среди отечественных антропологов бытует такое мнение, что Бунак всегда прав. Потому что он так все обдумывал, что его выводы все время верны и последующими находками подтверждаются. Развались естественно и методики. в частности, Михаил Михайлович Герасимов опять же в середине XX века разработал методику восстановления лица по черепу. И кроме того, что он эту методику в принципе с нуля создал, стал самым великим реставратором лиц, реконструктором. Потому что может быть методика в тот момент была еще несовершенная, в последующем конечно она развивалась, но по впечатлению художественному работы Герасимова до сих пор не имеют равных. До сих пор как бы кто там не пытался и научнее делал не лучше, Герасимовские реконструкции оказываются все равно самыми замечательными. И вообще где-то с 30-х годов и дальше советская антропология рванула вперед. Тут все время есть опасность кого-то не назвать, а потом кто-то обидится, но целое созвездие советских антропологов крутейших, в частности Георгий Францевич Дебец, который опять же засветился во всех возможных областях антропологии и в антропогенезии в частности кроме прочего он описывал находки например в Костенках Маркиной горе той же самой нарисовал на мой взгляд самую лучшую схему взаимодействия человеческих рас хотя это старая схема она там в чем-то устарела но концепция сам подход он был передовой на тот момент и он самый лучший поныне что характерно раздел скажем парасоведению опубликованный в учебнике Рогинского им собственно написанный он до сих пор лучший текст парасоведению и у нас в стране и чуть ли не на планете вообще а книжка концепции антропогенеза она тоже хотя казалось бы материалы-то появились но является настольной книгой антропологов и сейчас и конечно же Валерий Павлович Алексеев это вот наравне с Виктором Валериановичем Бунаком вот кто из них круче как бы можно долго спорить потому что Бунак был такой более монументальный а Алексеев был более современный и тоже написал огромное количество публикаций книг в том числе переводившихся и за рубежом создал самую полную сводку антропометрических ну таких палео как бы этих данных по черепам ископаемых гоминид которые не превзведены до сих пор что характерно ну по крайней мере запубликованных да то есть база данных в компьютер то у каждого есть может быть и круче но так чтобы это издать в виде книжки круче никто еще не переплюнул и в числе прочего описал вид Хомор Дельфенсис ну по материалам с тех же самых лики но само название вел Валерий Павлович Алексеев и вот эти ученые наши великие они развивали разные идеи ну в частности то же самое Рогинский был сторонником концепции моноцентризма а Алексеев полицентризма и они дискутировали и на основе этих дискуссий формировалось представление о эволюции человека некоторые антропологи вложили в общем не меньше вклад но в определенные конкретные области например Вероника Ивановна Кочеткова написала чудеснейшую книгу палеоневрология и эта книга одна из очень немногих посвященных такой сложной теме как эволюция мозга более того со времен Кочетковой и до сейчас на русском языке более полной сводки по палеоневрологии никто не создал ну на самом деле я написал книжечку но у меня там измерения и графики а у Кочетковой как бы сам материал как таковой и это такая очень специфическая область у нас в мире есть всего три специалиста по палеоневрологии строго говоря да и вот двое зарубежных Халуэй и Динфальк а Вероника Ивановна это наш палеоневролог самый великий и могучий Всеволод Петрович Якимов исследователь тоже во многих областях но в палеонтропологии развивал взаимоотношения например австралопитеков и кроме того что он писал научные статьи он еще и воспитал целый ряд антропологов в последующем Елена Николаевна Хрисанфова которая уже моя учительница развала массу всяких направлений и в том числе умудрялась сочетать казалось бы несочетаемое то есть например с одной стороны она занималась геронтологией с другой стороны она занималась гормональными всякими вещами для современного человека а с третьей стороны ископаемыми людьми в том числе неандертальцами и первое на планете что характерно предположило какой был гормональный статус у неандертальцев исходя из особенностей их морфологического строения что в последующем нашло чудесное подтверждение в палеогенетике то есть когда Елена Николаевна отписала палеогенетики не было вообще а потом выяснилось что да вот как она написала так и есть и теперь зарубежные генетики искренне считают что они это открыли ну потому что они не читали ее статей ну вот если бы читали очень бы наверное загрустили ну вот ну к сожалению не все публикации на русском языке становятся известны за рубежом и некоторые вещи вот мы то знаем а приоритет научное как бы мировое сообщество может и не признавать Александр Александрович Зубов наш тоже супер мега великий антрополог в основном занимался зубами что характерно и был нашим самым великим адонтологом в том числе изучал зубы ископаемых людей описал зубы практически всех ископаемых находок с территории СССР но с точки зрения вот именно такой концептологии был сторонником децентризма то есть происхождения человека в двух центрах восточном и западном он это основывал на адонтологических материалах и в последующем как-то вот это не подтвердилось строго говоря но тем не менее он аргументировал приводил всякие данные и сами по себе материалы которые он разработал до сих пор опять же актуальности не потеряли за рубежом естественно тоже все продвигалось и уже во второй половине 20-го частично уже и в начале 21-го века многие другие антропологи например Анри и Марии Делюмлеи из Франции более того бароны Делюмлеи раскапывали огромнейшее количество стоянок во Франции ну понятно там и другие исследователи были но Делюмлеи в особенности здесь свой вклад сделали в частности они раскопали пещеру Кондель Араго ну или просто Араго или Тотовель где был обнаружен шикарный совершенно череп человека Делюберского и масса всяких других находок ну и много много других стоянок например Терраамату который поныне такой опорный пункт для французской полиантропологии где там 20 с чем-то жилищ людей Гильдербергских обнаружено предметы там искусства первобытного и все в таком роде в центральной Европе свои были исследователи в частности Эммануион Волчек описал огромное количество центральноевропейских находок в основном в Чехии ну не только там а в Чехии страна так казалось бы маленькая и на карте ее не разглядеть а находок там просто немерено вот это там и Павлов и Пшедмости и Младичи там еще много много всего и Волчек все это старательно описывал но вот причем он сравнивал это и со старыми материалами например там из той же Крапина да из Хорватии еще раньше найденными Грюновичем Крембергером и без него огромный пласт палеоантропологии и археологии может быть так и оставался вообще никому неизвестным вот у нас уже вот тоже на границе 20-21 века и поныне что характерно здравствует Виталий Михайлович Харитонов долгие годы бывший хранителем палеоантропологической коллекции Московского государственного университета ну института антропологии института антропологии МГУ и в числе других исследователей описывавший многие конкретные находки ну например челюсть неандертальца из Баракая зарубежная исследователь допустим Эрик Сринкаус и поныне функционирующий вполне себе то есть это тоже вот с 20 века до сейчас описал все какие только можно находки неандертальцев то есть переописал старые находки из той же Крапины например да из Шинидара ну то что не он нашел но он очень подробно исследовал вот и успел поработать и над кроманьонской такой палеоантропологией но по неандертальцам он особенный специалист и круче него сейчас наверное на планете неандертальцев не знает никто вот то есть кроме того что он их изучал он их лично всех руками перешупал а это очень важно когда сам с оригиналами дело имеешь ну вот написал огромное количество работ ну там у него список библиографии какой-то совершенно безумный Милфорд Вальпов уникальный человек потому что это наверное последний такой последовательный полицентрист опять же работавший над конкретными материалами но развивший концепцию полицентризма на новом уровне и вывезший ее в новую как бы ипостась мультирегионализм и последовательно ее отстаивающий несмотря на все аргументы которые сейчас в сторону моноцентризма и концепция замещения как бы все это перевешивают тем не менее Вальпов последовательно аргументирует вот эту самую мультирегиональную концепцию очень успешно а его труд палеоантропология огромный такой талмуд там на тысячу страниц это кладезь просто знаний и любой антрополог по-хорошему должен ну и прочитать это все очень трудно чисто по объему да ну и иметь у себя в библиотеке уж точно Ральф Хэллоуэй и Дин Фальк два антрополога о которых я уже упомянул когда я говорил о Кочетковой но они как бы позже снова работали два палеоневролога что показательно жутко не любящие друг друга и они вот вообще не переваривают друг друга но работают над ним и тем же и как бы так конкурируют друг с другом по этому поводу пишут огромные кучи статей огромные толстые книги благодаря которым мы знаем про развитие мозга наших предков ну и уже переходя прям совсем современность ну хотя понятно что эти исследователи они там и в 20 веке работали Рональд Кларк например сейчас активнейший работающий антрополог из Южной Африки в недавнем прошлом откопал например скелет из грота Сильберберг Австралопитека это самый полный скелет Австралопитека из вообще всех найденных который по сохранности превзошел даже пресловутую люси и там Ардипитека и много кого еще и имеет свои довольно своеобразные представления об эволюции южноафриканских австралопитеков не общеприняты мягко говоря но опять же последовательно их аргументирует Яханис Хайли Силаси эфиопский исследователь описавший огромнейшее количество находок древнейших гоминид с территории Восточной Африки участвовавший в описании нескольких видов что вообще редко на самом деле такие бывают ну потому что очень мало кому из антропологов довелось впервые найти что-то а поскольку Хайли Силаси как бы вот в Эфиопии у него все это просто под ногами и ну может быть он даже рекордсмен по количеству описанных видов честно говоря я не считал но с большой вероятностью Либергер наверное самый везучий палеоантрополог современности который описал два совершенно уникальных вида австралопитека сидибу и хомона леди благодаря чему мы теперь знаем что эволюция даже на материке не говоря там о всяких островах могла идти какими-то своими странными путями и создавать эволюционные какие-то такие закоулочки и тупики хотя казалось бы в этой же самой Африке в то же самое время эволюционировали гораздо более развитые существа и вот этот самый хомона леди живший 200-300 тысяч лет назад синхронно с уже почти как бы современными людьми тому ярчайший пример вот и Либергер он сам все это ищет сам находит сам описывает и продвигает передовые методы в частности трехмерное сканирование и что самое это уникальное он эти трехмерные сканы на халяву выкладывает в интернет что делает доступным для любого исследователя на планете исследование вот этих вот материалов то есть такого до сих пор не было потому что раньше каждый у себя там держал в сейфе да и никому не показывал только по большим праздникам там вытаскивал на свет божий а теперь вот каждый может зайти напечатать у себя на 3D принтере у кого он есть кто умеет им пользоваться это дело более того когда он нашел вот эти вот уникальные находки и в Малайпи и потом в Диноледи или Разинцар то он привлек молодежь это тоже редкостное свойство он сказал что вот эти все старые заслуженные персонажи они кашкрутые но настолько редко бывает обилие нового палеонтропологического материала что надо дать дорогу молодым и через фейсбук объявил набор в команду исследователей набрал огромное количество молодых талантливых перспективных которые все это дело исследовали с косяками надо сказать ну потому что они молодые но зато теперь есть в Южной Африке да и там не только в Южной Африке он там все мир собирал народ куча людей которые своими руками все это перещупали и которые теперь на протяжении еще там десятков лет будут творить науку вот их имен мы еще так не сильно помним прямо скажем потому что это вот сейчас происходит все но нет сомнений что следующее десятилетие вот эта команда Либергера будет самой передовой вообще в палеонтропологии ну и конечно же так уже рядом как бы с антропологией но уже вроде как и в антропологии свантипааба современный палеогенетик ну то есть слова палеогенетика и свантипааба это почти синонимы хотя ясное дело что он не один да у него целая команда человек который научился расшифровывать древнюю ДНК благодаря чему мы теперь знаем какие гены были у няндертальцев который ну вместе опять же с другими исследователями открыл денисовцев как вид вообще хотя названия латинского у него до сих пор нет который определил сколько было примеси от неандертальцев тех же самых денисовцев у нас и от нас к неандертальцам и может быть денисовцам или там от неандертальцев к денисовцам и неизвестно от кого к денисовцам и к нам ну вот и вот эта вот генетическая Санта-Барбара она венчает сейчас палеоантропологию и является вот последним словом фактически ну совсем последним является уже палеопротеомика но это уже настолько распоследнее что про это мы даже еще сказать ничего не можем этот вот сейчас происходит Но мораль из всего вышесказанного в том, что наука антропология развивалась бурнейшим образом за последние 200 с чем-то лет, дала огромную плеяду ученых. Были ошибки, были откаты, были даже подделки, были заблуждения, было много разных мнений. Но ученые, тем не менее, все это преодолели. И теперь мы знаем о происхождении человека столько, что иногда даже не очень понятно, что еще узнавать, а что еще мы не знаем, все уже вроде бы знаем. Но появляются новые методики, и, как известно, чем больше мы знаем, тем больше у нас возникает вопросов и идей, чтобы еще нам надо бы расшифровать, узнать, посмотреть, увязать, скажем, палеоэдитологию, палеопатологию, археологию, классическую морфологию, палеогенетика подъехала, палеоклиматологию, палеонтологию. Все это вместе, и мы получаем великую, могучую, стройную картину происхождения современного человека.